САМОЛЁТ ДУГЛАС 23 апреля 47-го он совершал аварийную посадку на севере Красноярского края, недалеко от поселка Волочанка. На сегодня это единственный хорошо сохранившийся в России экземпляр крупного транспортного самолета времен Великой Отечественной войны. На внутренней обшивке Дугласа даже найдены записи членов экипажа и пассажиров. Груз такой, что необычный, поэтому старались побыстрее прийти, нигде без задержки, нигде не стояли, пришли до места выгрузки за 6,5 суток. Самолет в очень хорошем техническом состоянии, нигде больших повреждений нет у него. В принципе, если поработает над его восстановлением, то, возможно, готов будет к перелету. Вывозить самолет было решено по уникальной схеме – на внешней подвеске вертолета. Специально для этого разработали укороченный маршрут по реке. В Красноярске историческую реликвию встречала дочь капитана Тюрикова. Она ждала этого события всю свою жизнь. Именно ее отец Максим Тюриков, по сути, и спас экипажа пассажиров судна. Вопреки неработающему двигателю и неполадкам в электрике, капитан справился с управлением, миновал зону холодного фронта и приземлил самолет в Тундре. Да живу ли, думаю я. А то так получилось, так все срослось хорошо. И с москвичами мы сейчас уже общаемся, с Таней Смирновой, отец, который был бортрадистом, с другими детьми пилотов, с Люсей Устиновой. Субтитры создавал DimaTorzok